Здравствуйте! Меня зовут Юлия Осипова. Я руководитель студии детских праздников «Аллегра», и это мое дело. Детская игровая комната «Аллегра» Открытие детской игровой комнаты «Аллегра» для жителей Малой Земли стало настоящим событием, ведь в густонаселенном, только что возведенном микрорайоне, практически нет детских садов. Новое учреждение для многих мам и пап стало в буквальном смысле выручалочкой, ведь теперь у взрослых не болит голова, куда на время можно отдать свое чадо и не беспокоиться. Это получилось в апреле 2015 года. Студию я приобрела первую в МЖК, в торговом комплексе «Эстеа». Там мы проработали практически год, ну и, конечно же, сейчас у нас очень требовательные клиенты, что-то деткам приедается, возникла необходимость в обновлении интерьера, в обновлении оборудования, и я решила участвовать в гранте. Ну а поскольку там также сменился директор торгового комплекса, и арендная плата была завышена в четыре раза, а такой возможности платить, конечно, у меня не было, появилась мысль приобретать свое помещение и уже работать. А если изначально, почему вот именно этот бизнес? Вы где-то обучались, специальную какую-то профессию, вот как пришла идея именно? Этому бизнесу я не обучалась, специальной профессии у меня нет, хотя я хотела поступать. Мне сказали, вы еще маленькая, приходите на следующий год. А на следующий год я уже, конечно, была в другом учебном заведении. Я с самого детства на сцене, со школы, постоянно участвовала в КВНах, в различных конкурсах, мисс-осень, организовывала какие-то новогодние мероприятия, мы побеждали, занимали первые места, и вот таким образом продолжилась. Как бы после рождения ребенка я уже не захотела выходить на прежнее место работы, я работала в школе психологом. Ну там много не заработаешь. Да, хотелось чего-то праздничного, радовать деток, видеть их горящие глаза. И все началось с новогоднего периода, когда мы попробовали себя вроде Деда Мороза и Снегурочки. А как мама, вот сразу заметили, вот у нас в городе Оренбурге дефицит, куда можно ребенка вот именно в зимний период отдать, в летний период, чтобы даже не бояться о том, что вот ребенок там действительно проведет такое хорошее времяпровождение, развлечется и получит какие-то впечатления. Ну я думаю, что сейчас в наше время это уже не дефицит, но тем не менее нужно, конечно, среди большого количества студий выбирать студии с более качественными услугами. А у вас много конкурентов? Конкурентов достаточно. Что вот действительно детям будет интересно, потому что у нас сейчас маленькие, требовательные к изменениям, ко всему. Да, да. В студии МЖК у нас не было карусели, сейчас она у нас появилась, потому что деткам хочется активности, им нужно ее проявлять. Вот поэтому мы обратили внимание именно на оборудование, на новое оборудование. Это карусель, батут, то есть подвижные различные игры. А что больше всего любит? Больше всего карусель любит. Она не так давно у нас появилась, но вот она прям хит среди всех остальных развлечений. Возраст ориентирован на какой именно вы на что? От трех до десяти. Вот, конечно, к нам приходят и более младшие детки, уже под присмотром родителей. Они также могут поиграть и в лабиринте, и на карусели, и на батуте попрыгать. Ну, самостоятельно от трех до десяти. Как вот открыть свое дело? Пришлось обращаться к родителям. И они помогли открыть свое дело. Но все-таки вы пошли за помощью государства. И обратились в наше правительство. И как там восприняли вашу идею? Мою идею там восприняли, ну, сначала как-то с недоверием. Но потом, поскольку выбран район молодой, здесь очень много молодых семей с маленькими детками. Наверняка детских садов не хватает. Да, конечно. В данном месте их вообще сейчас пока нет. И группы кратковременного пребывания детей, они, конечно, сыграли свою роль в этом плане. То есть вы практически выполняете роль детского садика, да? Ну, в каком-то плане, да. Это очень ограниченное количество часов. То есть не более трех часов детки могут здесь находиться у нас. Насколько востребован ваш бизнес оказался здесь в районе? Переехали только в сентябре. Вот про нас мало кто знает. Заселены только вот эти вот два дома. Мы очень надеемся, что когда заселятся два соседних дома, все-таки у нас деток больше будет. Если говорить о возможностях, что здесь может получить у вас ребенок? У нас в студии можно отметить день рождения с полным комплексом дополнительных услуг. У нас более 30 красочных персонажей, тематические программы, яркий реквизит, комфортные цены. Пожалуй, все, что необходимо для шикарного детского праздника. Также детки могут посещать интересные мастер-классы и очень веселые тематические праздники. Такие как Хэллоуин, Новый год, 23 февраля, 8 марта, Масленица и так далее. Вы затронули тему ценовой политики. Сколько стоит, например, чтобы на три часа ребенка к вам привезти? Насколько, чтобы люди знали, если они сейчас смотрят программу, они бы захотели, например, к вам прийти? Если мы говорим о группах коротковременного пребывания детей, то три часа у нас стоит 250 рублей. Три часа 250 рублей? Да, под присмотром педагога-психолога. Ребенок находится все три часа. Он не просто предоставлен здесь, с ним занимается развитие мелкой моторики, слухового, моторного восприятия. Коллектив у вас большой, который занимается с детьми? Сколько у вас человек работает? Именно какие там, помимо, я слышала, психолога, а еще кто? У нас есть аниматоры различные, администратор студии детских праздников. И я сама как педагог-психолог. Вы сами из-за режиссера тоже самое продумываете? Или откуда-то черпаете? Ну, конечно, и черпаем, и посещаем различные мастер-классы, проходим различные обучения и придумываем слайд. Вы помните по опыту самый необычный праздник, который запомнился, может быть, или заказ какой-то необычный, с которым вам пришлось столкнуться, и вы были озадачены, как же его реализовать? Вы знаете, я думаю, что каждый праздник, он какой-то необычный, потому что нет одинаковых сюжетов, нет одинаковых клиентов. Каждой мамочке хочется, чтобы ее праздник, ее ребенка был индивидуальным. И, ну, когда, допустим, заказывают какого-то нового героя, а времени очень мало, и приходится активизироваться, придумывать образ, сценарий, реквизит. Такое у нас было, наверное, с апельсиновой вечеринкой. А что вы посоветуете тем людям, которые хотят открыть свой бизнес, но вот как-то не решаются? С чего начать? Что нужно? Начать с идеи. Загореться, наверное, самому этой идеей и поверить в себя и в то, что ты можешь. Если вы хотите рассказать о своем деле, поделиться бизнес-успехом, звоните, пишите нам. Адрес электронной почты вы видите на своем экране. Редактор субтитров А.Семкин.